Для лиц старше 18 лет. Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом Львом Марковичем Шлозбергом, либо касается деятельности иностранного агента Льва Марковича Шлозберга. 24 февраля 2022 года изменило нашу жизнь навсегда. Вот уже два года продолжается 24 февраля. Каждый час этот долгий день собирает свою жатву. Главный результат двух черных лет – тысячи и тысячи погибших. Воронка смерти безостановочно затягивает в себя людей, не обращая внимания на их национальность, веру, возраст, место жительства. Судьбы миллионов изменились навсегда. Жизни тысяч и тысяч завершились безвременно и трагически. Место, где застала человека смерть, стало его последним адресом. Часто без города, улицы и дома, под открытым для смерти небом. Смерть каждого погибшего отнимает частицу жизни у всего мира. Все в жизни конечно, и только смерть навсегда. Чем больше в мире смерти, тем меньше в нем жизни. Смерть умножает смерть. Кровь умножает кровь. Ненависть умножает ненависть. История вернулась в 20 век к переделу многократно окровавленного мира. Цена этого передела – человеческие жизни. Эти два года стали особым испытанием для людей человеколюбия. Мы остаемся собой в эпоху нарастающего человеконенавистничества. Неприятие кровопролития и требования сохранения человеческих жизней сделало нас инакомыслящими в мире, где политики сеют смерть на поле жизни. Расчеловечивание общества стало самой смертоносной политикой. А борьба за жизни людей стала главной человеческой политикой. Пока нет мира, не будет никаких свобод. Не будет жизни. Что дальше? И это главный вопрос. Героин кровопролития тянется к новым жертвам. Он возбуждает в головах политиков мифы великих исторических побед, ни одна из которых невозможна без тысяч и тысяч жертв. Они не слышат призывы одуматься и остановиться. Они намерены продолжать любой ценой, сколь угодно долго. Военное время стало универсальным автоматом для сохранения власти. Гибельный восторг пропаганды подавляет в обществе инстинкт жизни. 24 февраля продолжается вот уже два года. Рано или поздно история перевернет этот красный лист календаря. Вопрос в том, как скоро и какой ценой это произойдет. Нет никаких предвестий. Появление сейчас света в конце тоннеля. Бесконечность кровопролития и умножение насилия заставляют усомниться в разумности мира. Безумцы открыто говорят о ядерной войне и готовности нажать на роковую кнопку. Они гордятся самой способностью уничтожить мир. Они уверены, что их поддерживает общество, и они делают то, чего хотят люди. Мы находимся на последней линии защиты жизни. Наш небоевой фронт тонок, наши возможности ограничены. Отчаянными словами мы напоминаем людям о ценности, дарованной им единственной жизни. И призываем сохранить жизни всех, кому грозит смерть. В этом году ко многим пришло понимание того, что все происходящее надолго. Что может не хватить времени, чтобы дождаться свободы и мира. Что цена политических ошибок прошлого – это оборванные жизни в настоящем и будущем. Что цена политических ошибок – это кровь и смерть. Каждая проигранная эпоха свободы предъявляет обществу такие жестокие уроки. Российское общество будет долго собирать силы жизни. Я уверен, что соберет. Усталость и отчаяние уступят воле к переменам. Смена эпох неизбежна. Но так хочется, чтобы как можно больше людей дожили до будущего, увидели его свет и прожили свою жизнь в свободе и мире. Каждая жизнь бесценна. Мы пытаемся голыми руками повернуть жернова истории. От смерти к жизни. Часто кажется, что эти усилия бессмысленны и нет шансов на спасение. Но за нашими усилиями – жизни всех, кто сегодня жив. Мы хотим перевернуть календарь, застывший на 24 февраля 2022 года.